Продолжение задорного сериала о партизанской борьбе с зазнавшимися и жестокими супергероями. В этом видео мы разбираем, почему новый сезон нетипичного супергеройского сериала получился не таким новаторским, как первый, а стал более глубоким и драматичным. Сериал «Пацаны» стал одним из самых громких телевизионных открытий прошлого года. Недостатка в супергероях как на больших, так и на малых экранах в последние годы не наблюдается, но в «Пацанах» они предстали в совершенно ином облике и роли, чем мы привыкли. Это, впрочем, совершенно неудивительно, учитывая первоисточник, одноименную серию комиксов Гарта Эниса. Тот вообще известен жесткими и провокационными историями, а на страницах «Пацанов» разошелся не на шутку. В его мире супергерои полнейшие отморозки, которые заботятся лишь о собственном публичном имидже, заработках и наслаждениях. До борьбы с несправедливостью или защиты простых людей, большинству из них нет никакого дела, а у многих и просто руки по локоть в крови. Центральные персонажи комикса – члены тайного правительственного отряда «Пацаны», которые борются с обнаглевшими суперами, используя любые, даже самые жестокие методы. Серия Гарта Эниса – очень едкая и безжалостная пародия на мейнстримовые супергеройские комиксы. Концентрация черного юмора, разнузданного насилия, кровавых сцен и гротескных образов тут высочайшая. Такое ощущение, что автор даже не пытается держаться в рамках каких-либо приличий. Пожалуй, если бы авторы экранизации попытались перенести «Пацанов» на экран в полном соответствии с первоисточником, то на фоне такого сериала даже Дэдпулы показались бы доброй семейной комедией. Создатели телевизионной версии «Пацанов» во главе с Эриком Крипке сбавили градус трэша, которым отличался оригинальный комикс, и поменяли многое в сюжете. Однако при этом сохранили основополагающую идею о противостоянии крутых парней и взорвавшихся суперов, и пусть не столь развязно, как в оригинале, но тоже весьма зло спародировали комиксы и их экранизации. Амазон, не сомневаясь в успехе «Пацанов», продлил сериал на второй сезон еще до выхода первого и не прогадал. Остроумная, язвительная, пусть и подчас балансирующая на грани трэша пародия на традиционную супергеройку стала одним из самых успешных проектов Amazon Prime. Второй сезон успели отснять до начала пандемии, и потому он вышел в изначально намеченный срок. После первого сезона контраст между «Пацанами» и привычными супергеройскими фильмами уже не так удивляет, и, вероятно, поэтому Криптис и товарищи постарались сделать продолжение более драматичным и эмоциональным. Конечно же, черный юмор и высмеивание супергеройских штампов никуда не делись. Более того, авторы «Пацанов» на сей раз подчеркнуто прошлись и по кинокомиксам. Фоном для части событий служат съемки блокбастера про «Семерку», главные роли в котором исполняют сами супергерои. Несколько самых запоминающихся комедийных эпизодов сезона связаны именно с юмористическим отражением голливудского закулисья. В то же время второй сезон «Пацанов» лучше раскрывает персонажей. В первом почти все они были просто колоритными функциями, разве что Хью и Старлайт были не просто яркими, но и живыми, и вовсю развивались по ходу сезона. Теперь же личным историям героев уделено куда больше внимания. Например, мы сможем заглянуть в прошлое бучера и французика, лучше понять, что ими движет, увидеть их отношения с любимыми женщинами и то, как под их влиянием они меняются в лучшую сторону. Больше станет известно и о самих супергероях. В этом плане экранизация еще дальше отходит от оригинального комикса, в котором подавляющее большинство суперов были полными отморозками, и Эннис даже не пытался сделать их чем-то большим, нежели гротескными карикатурами на классических персонажей. Во втором же сезоне сериала сразу несколько суперов раскрываются подробнее и предстают в новом свете, проникнуться к ним особой симпатии все равно сложно, но их начинаешь по-человечески понимать. Личные истории персонажей помогают лучше обрисовать и сам мир, а также роль в нем суперов и отношение к ним общества. Смена акцентов особенно заметна в случае с Хоумлендером. Самый могущественный супер на Земле остается редкостным мерзавцем, но теперь станет понятно, как он стал таким, прежде всего из-за того, что в детстве был лишен родительской теплоты, к которой отчаянно стремится. И это получает отражение в его собственных отношениях с сыном. Сосредоточившись на развитии уже существующих персонажей, авторы сериала очень экономно вводят в сюжет новых действующих лиц, хотя в оригинальном комиксе их предостаточно. Зато все те новые герои, которые появляются во втором сезоне, новобранец «Семерки Гроза», бывший член команды «Фонарщик» или «Конгрессвумен», борющиеся против произвола суперов, приходятся ко двору и не раз удивят. Сюрпризов во втором сезоне заметно больше, чем в первом, еще и за счет смены формата выпуска сериала. Первый сезон «Амазон Прайм» выпустил целиком в один день, а такой формат практически не оставляет простора для клиффхенгеров и загадок по ходу сезона, ведь зритель может сразу посмотреть следующий эпизод. Теперь же в день премьеры увидели свет только три первых эпизода, а последующие выходили по одному в неделю. Благодаря этому события и концовке эпизодов неизменно давали поводы для обсуждений и теорий о том, что же на этот раз задумали сценаристы. Подводя итог, можно сказать, что сохранив все достоинства, которыми подкупал первый сезон «Пацанов», второй пошел еще дальше. Глубже раскрывая мир, характер и взаимоотношения персонажей, он вызывает куда больше эмоций и смотрится уже не просто как дерзкая пародия на кинокомиксы, а заслуживает признания как самостоятельная и самобытная история. Одна из лучших историй про супергероев, что была показана на экранах как больших, так и малых за последние годы. А самое обидное во втором сезоне «Пацанов», то что третьего ждать придется еще полтора года. И на этой прекрасной ноте наш обзор подходит к концу. Поддержите это видео своим лайком, если вам понравился второй сезон «Пацанов». Не забывайте также подписываться и оставлять комментарии. А с вами был канал «Любовь, смерть и Гики». Субтитры сделал DimaTorzok